Говорят, один в поле не воин. Так и здесь. Чтобы получить заветное первое место, важно работать сообща. В губернаторские лице съехались дети со всех районов области, чтобы поучаствовать в конкурсе «Самый классный класс». Вместе с ребятами приехали надёжные наставники, преподаватели и родители. По итогам заочного отборочного тура в финал вышли 12 команд. Перед тем, как выступать на сцене со своей визитной карточкой, участники укрепили коллективный дух на творческих площадках. У них уже сейчас прошли конкурсы на команды образования, когда классы, только ребятки, только дети из классов ходили по станциям и показывали, что они действительно дружный класс и действовали как единый организм. То есть это конкурс не индивидуальный, а конкурс именно коллектива, когда класс должен мобилизовать все силы для того, чтобы действовать сообща и показать, что они дружны и достойны звания «Самый классный класс». Финал был запланирован на прошлый год, но пандемия внесла свои коррективы. Но участники не отчаялись. За время ожидания смогли более детально подготовиться, придумать номера и сценические образы. «Относились серьёзно, конечно, с интересом. Ребята у нас активные, креативные. Им очень нравится выступать. Они у нас много ездили и по городам, так как они участники РДШ. Ну, обрадовались, что будут участвовать вот в этом конкурсе «Самый классный класс». Выступать не страшно, когда рядом надёжное плечо. На сцену ребята вышли не только со своими преподавателями, но и родителями. Их поддержка и вера, стимул двигаться дальше и не бояться ошибиться. «Нам очень хочется, чтобы они чувствовали то тепло, которое исходит от нас. И те эмоции, которые мы передаём и зрителям, и особенно нашим детям. И нам очень хочется, чтобы они это чувствовали». Номера самые разные – от вокального творчества до танцев. И в каждом отображается особенность коллектива. Победители выбирали по трём возрастным категориям. Ими стали седьмой класс школы рабочего посёлка Старотимошкино Барышского района, девятый класс Ишеевского многопрофильного лицея и одиннадцатый класс Канадейской школы Николаевского района. В качестве приза ребята поедут в один из городов России. Точное место назначения пока уточняется.